Добрый вечер. Это «Громадская на русском», передача, которая выходит по субботам и вторникам на «Громадском Толбачне» на русском языке. И сегодня мы в студии работаем вместе с Сергеем Кошманом, это радиоведущий и журналист. Вот Серёжа будет теперь со мной вести передачу по субботам. Читайте наш твиттер «Громадская.ру» и заходите на страницу в фейсбуке «Громадская». И также там отмечайтесь, следите за нашими новостями. Я напомню, что обсуждали в последние дни в Украине. Вот, наверное, самая такая большая новость о том, что модуль высадился на поверхности кометы, которую открыли украинские астрономы. Клим Чурюмов и Светлана Герасименко на расстоянии 500 миллионов километров от Земли. И учёные считают, что на поверхности можно будет обнаружить воду и признаки жизни. Серёж, что скажешь об этом? Я думаю, что шансы есть найти воду. На самом деле это прекрасная новость, достижение в космонавтике, скажем, которое сейчас нас не очень интересует. Потому что был такой момент, когда все наши СМИ говорили о долларе, о бензине, о нефти, о чём угодно. В то время, как все мировые СМИ были сфокусированы на том, гарпун таки попал, выстрелил, зафиксировал спускаемый аппарат или нет. Ну, так или иначе, мы сейчас об этом тоже узнали со временем. Прекрасная новость, я считаю. Нужно следить. Да, ну вот вчера в Киеве презентовали, прошла премьера фильма ПМР про Приднестровье, который привезли сюда эстонские режиссёры. Вот почему-то украинцы о Приднестровье ничего не снимают. Это довольно странно. Но на самом деле после премьеры в Фейсбуке можно было наблюдать много отзывов о том, что действительно Приднестровье не так уж и хорошо изучено. И вообще до ситуации на Донбассе в Украине мало кто знал вообще о том, что Приднестровье когда-то было частью Украины. И вообще там живёт больше 30% украинцев. Вот так же, как и 30% русских. И насколько я понимаю, у нас есть небольшой ролик со вчерашнего показа. Можем посмотреть. Попрошу наших редакторов поставить. Есть, да, у нас ролик? Хорошо, пока готовят. Вот, Серёж, ты очень хотел рассказать, напомнить про то, что сказал сегодня премьер-министр Канады. Я про ПМР хотел пару слов сказать. Скажи. До сих пор, ну, вот, Катя сказала о том, что до сих пор этот вопрос не изучен. Я когда интересовался непосредственных участников событий. А где можно, есть ли какой-то источник, где можно объективно почитать там на русском языке? Говорят, нет. На русском языке всё, как бы, ну, такой перекос в одну сторону, а с другой стороны всё, что вы хотите почитать, это, как правило, на румынском языке. Ну, на молдавском, на румынском. Поэтому тут, на самом деле, поле тоже... А на украинском? То есть на украинском, получается, у нас читать нечего? И на русском мы не узнаем. Мы узнаем только одну из версий событий. Ну, по версии тех, кто, по мнению тех, кто принимал непосредственное участие. И поэтому тут, на самом деле, ещё есть над чем задуматься и есть над чем работать. А касаемо другой новости, о которой Катя тоже сказала, да, сегодня такое очень резонансное событие произошло. Это, в том числе, диалог премьер-министра Канады, господина Харпера и президента Российской Федерации, господина Путина, где при рукопожатии премьер-министр Канады попросил, неформально попросил господина Путина get out of Ukraine, как он сказал, да, убираться из Украины. Сейчас идёт бурное обсуждение это, но я думаю, что мы должны обратить на этот момент внимание и не забывать, когда в Канаде что-то происходит, тоже интересоваться. Я думаю, что всё-таки это войдёт в разряд просто очередного высказывания, которое, в общем, никак не повлияет на геополитическую ситуацию, мне так кажется. Есть у нас уже ролик про Приднестровье? Мы посмотрим сейчас буквально одну минуту про то, как в Киеве презентовали фильм про Приднестровье. Создание нового государства многонациональным приднестровским народом было защитной реакцией против национал-фашистской политики, проводимой руководством Республики Молдова после развала Советского Союза. ПЕСНЯ Город Тирасполь приветствует президента, председателя Верховного Совета, главу города, председателя городского совета и уважаемых многочисленных гостей нашей столицы. Город Тирасполь Город Тирасполь Мы сразу думали, что надо делать фильм, где нет этого бойсовера, чтобы авторы не ставят свои позиции так открыто, как они думают, что и как. Никаких трудностей у нас не было. Да, там было, местная секретная полиция тоже смотрела фильм, но свободно оттуда смогли потом уехать. Там осталось много хороших друзей, хороших людей. Да, политика есть политика, но люди же, люди же, люди, если там общаться с ними без камеры, они очень открытыми сердцем и все время говорят, что да, это очень хорошо, что вы делали фильм, потому что нам надо показывать себе мировому обществу, скажем так, большими словами. Были разные телевизионные группы, которых арестовали и выкинули из государства, но нам повезло. Вот примерно так выглядит фильм про Приднестровье. И надо сказать, что риторика, которая используется руководством Приднестровской республики, очень похожа на то, что используют и сейчас представители руководства так называемых народных республик на Донбассе. И вот в этом же фильме можно, например, наблюдать Владимира Антюфеева, вице-премьера Донецкой народной республики, который сейчас там занимается государственным строительством, если можно так выразиться. Ну и вот вспоминая о том, что обсуждали в Украине в последние дни, это фейковая новость о том, что Боинг, малазийский Боинг 17 июля был сбит над Донбассом украинским самолетом. Сережа, что у нас там? Я обратил внимание, что уже есть ожидания, так как эта новость уже анонсировалась. Говорили, что будет еще один славянский мальчик, и общественность дождалась, и уже многие блогеры в том числе ждали эту новость, и буквально в течение нескольких часов, я думаю, вы все видели эти детальные расследования, скажем, в режиме онлайн, разоблачающие очередную, скажем, новость, в кавычках, первого канала, озвученную господином Леонтьевым, небезызвестным. И на данный момент даже самые такие крупные фигуры, которые представляли там русский мир, уже даже отказались от этой новости, удалили из соцсетей и признали. Ну, я не буду там называть конкретные интересы. Но Леонтьев сражается до последнего, надо сказать. Ну, у него такая профессия, в принципе, сражаться до последнего, но даже многие, скажем, такие откровенные украинофобы признали, что это да, это фейк, и удалили это с онлайн ресурсов. А что на самом деле происходит сейчас вокруг этого сайта, этого места падения Боинга, и какая ситуация на местах, как говорится, я думаю, мы с большим удовольствием узнаем наших гостей. Да, гость у нас сегодня очень интересный. Это журналист Vice News Симон Островский. И Петр Шаломовский, фотограф, фрилансер. Петя уже, ну, больше месяца, наверное, провел на Донбассе, на оккупированных территориях и на освобожденных. Симон также побывал на территории Донецка и Луганской народных республик. Я видела фотографии, вы выкладывали с того места, где упал Боинг в июле, и там до сих пор видно вмятины от тел погибших. Расскажите о том, как вы ездили туда вместе со специалистами из Голландии, насколько я понимаю, да, они туда ездили снова и ездят постоянно. Вот, Петь, можешь рассказать, как это происходило, и, может быть, там есть какая-то интересная информация? Ну, как это происходит, вы знаете, да, они каждый раз согласовывают маршруты передвижения, и если им дают добро, они ставят в известность в своих передвижениях ННРовские власти и украинские власти, да, и каждый раз пытаются туда проехать большим конвоем. Вот, иногда у них не получается, и тогда они отменяют свою поездку. То есть мы попали туда со второго раза. Они ведут какие-то действия, там, то есть они ходят по обломкам, они смотрят, журналистов не пускают, то есть не дают к ним приближаться. Ну, вот, то, что мы видели, и то, что все сняли, и агентства, и мы, это то, что они ставят таблички, не подходите близко, могут быть останки жертв. То есть они вот только начали устанавливать эти таблички. Очень вовремя, да, спустя. Ну, то есть 4 месяца почти, да. Интересен был еще тот факт, что ДНРовский сайт пресс-службы объявил о том, что они собираются передать последние обломки голландским коллегам, и что они это все загружат в какой-то грузовик и уведут в Харьков, чтобы это потом переправить в Голландию. Но, видимо, у них это соглашение не случилось, и этого не произошло, и поэтому они отложили на второй день. И у меня было такое ощущение, что нас туда повели только для того, чтобы показать, что у них отношения с властями самопровозглашенной республики окончательно не распались, потому что они, ну, совершенно было не очевидно, чем они там занимаются. Мы стояли от них где-то в 50 метрах, они туда походили, туда-сюда чуть-чуть, потом собрались в свои машины, поехали еще куда-нибудь, там походили, и потом, как Петя говорил, поставили эти таблички. Но больших обломков или еще чего-то не было явно, что что-то увозилось. И они, насколько я знаю, до сих пор там лежат. И для меня это удивительно, потому что я давно не был в тех территориях, что до сих пор столько всего там лежит, кусков этого самолета, личных каких-то вещей. И мне кажется, что это уникальная такая ситуация в мире, в истории авиакатастроф, когда так долго место крушения самолета не убирается, и так долго расследование ведет, и так долго мы, на самом деле, до сих пор не имеем четкого ответа на то, что произошло. Симон, скажи, пожалуйста, чем опасен разрыв отношений между Голландской группой и Донецкой Народной Республикой? В чем опасность? Ведь представители ДНР и так, в принципе, не давали толком исследовать место крушения Боинга. И в том числе ОБСЕ, да, вот сколько раз они делали заявление и голландцам. Ну, то есть, как ты думаешь, чем это может грозить дальше? Ну, предположим, что голландцы не захотели работать под теми условиями, которыми им предложили в тот день. Но одновременно они хотели оставить дверь открытой для того, чтобы они в будущем могли о чем-то договориться и что-то делать. И поэтому вместо того, чтобы публично делать скандал, они договорились, давайте поедем, как бы покрасуемся перед камерами, походим туда-сюда, и потом будем дальше переговариваться о том, что нам на самом деле нужно. Но все, что происходит, связанное с этим расследованием, настолько скрыто и настолько неизвестно, что я не думаю, что мы сможем приблизиться к правде еще долго, пока они нам не скажут. Потому что у них явно есть какие-то улики, о которых они не объявляют. И мне просто очень хочется, я думаю, всем очень хочется знать, что у них есть. — Симон, такой вопрос. Вы упомянули о властях ДНР. — Да. — Насколько это понятная иерархичная структура, которая имеет один центр принятия решений? Что из себя представляет на данный момент власти ДНР? — Мне кажется, что вот есть власти ДНР, которые официально тоже перед камерой светятся. А есть раздельные военизированные группировки, включая российский и местного склада. И они как-то между собой, я имею в виду, они между собой коммуницируют, но я не думаю, что одни другим отдают какие-то приказы. И мне кажется, что есть очень много самодеятельности там. Как бы есть то, что делается для картинки, и то, что делается для войны. И это две разные вещи. — А сколько Вы можете таких субъектов общественно-политической жизни ДНР идентифицировать? Сколько таких группировок, которые могут более-менее автономно принимать решения? — Ну, я не знаю, может быть, их десяток. Но если ещё и включить ЛНР, мы были у атамана казачьего войска Донского в гостях. Мы туда очень интересно приехали, потому что мы ехали на самом деле к Алексею Мозговому. Но по пути туда проехали через казацкий блокпост, и там бойцы позвонили Казицыну, который сказал, привези их к нам, чтобы они у меня интервью взяли. — Казицын, это атаман казаков в каком районе? — Войско Донского, они находятся в Подалчевском, в Перебальске. — Давайте сейчас поставим небольшой отрывок из того, что Симон вместе с Петей сняли. Как раз в том районе кусок интервью Войс-Ньюс, сюжет о том, как Мозговой начал проводить народные суды и запретил женщинам ходить по ресторанам. Такая история. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следите за своими детьми сами. Не надо говорить, вот она всякая такая. Да у нас по рейху по городу, по одному, по другому. Все кавкабаки забиты женским населением. Все точные глупы. То есть у нас что, женское население сплошная проституция или что? Насиловать их всех надо. Я ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы приговорить к высшей мере наказания расстрел? Прошу голосовать. Абсолютным большинством голосов Народный суд города Алчевска решил приговорить Виталия Горцова к высшей мере наказания. АПЛОДИСМЕНТЫ Я на видео высказал совсем другую мысль, чем ту, которую преподнесли, выдергивая из контекста определенные фразы и кадры. А что вы имели в виду? Когда обвинили эту девочку, которая была изнасилована, 15-летняя, в том, что она якобы сама виновата, что нечего было идти туда-туда, куда ее звали. Вот в этот момент я как раз и задал вопрос гражданам присутствующим. Как вы смотрите на то, что у нас сейчас все кафе, кабаки и ночные клубы забиты практически женским населением. А они тоже в чем-то будут виноваты, если их изнасилуют? Вот в этом контексте все было сказано. Давайте запретим тогда посещение всех этих заведений. Девушек, какое бы у них поведение ни было, но они остаются все равно девушками, насиловать нельзя. Но при этом было бы неплохо, если бы это уже общество и женское население в частности предприняло бы хоть какие-то попытки по вопросу немножко поднятия планочки нравственности. Что вы имеете в виду? Здесь проблемы с нравственностью? А где их нет? А какие именно здесь? Да такие же, как и у вас, в принципе. Допустим, те же молодые девушки, которым рожать необходимо, в принципе, детей для того, чтобы демократического кризиса не было и так далее, и так далее, правильно? Но вместо этого они гробят свой организм. Какая из нее будет мать после того, как она угробила свой организм алкоголем, а сейчас еще и наркотиками? Ну что, вот складывается такое впечатление, что Алексей Мозговой вот такой большой моралист. Ну, слушайте, как бы, на самом деле, все гораздо интереснее. Эти ребята, они строят государство с нуля. То есть они, как древний платон, понимаете, да, как социальные экспериментаторы прошлого, они приходят туда и вот... Реконструкторы. Да, используя вот свое понимание жизни, да, они строят с нуля вот это вот справедливое государство, как оно им видится. И для этого используют, значит, те средства, которые у них имеются. Это Мозговой в Волчевске, да, это Атаман Казицын в Перевальске. А вот у Атамана Казицына такие же воззрения? Абсолютно, абсолютно, да. То есть они в этом абсолютно идут. Они, так конечно, не очень друг с другом ладят, но при этом они вот соревнуются, кто из них лучше устроит новую жизнь. Ну, и самое интересное, что Мозговой и, как бы, сторонники Майдана используют одну и ту же риторику о том, что они пытаются сделать. Что они пытаются избавиться от коррупции и все начать сначала. И что суды... Олигархат, да. Олигархат, да, и суды проплачемые были на Украине. Они, как бы, борются с тем же самым. Как будто бы. Не, ну он говорит, что вот этот суд, когда все поднимают руку в зале, это лучше того суда, который был раньше, который коррумпирован насквозь. Он говорит, вот так. Потому что он справедливый и по нашим правилам. По его мысли, да, это так лучше. Это справедливый. А по вашему мнению, какое все-таки основное отличие? Потому что я тоже сравнивал требования, да, там, избавиться от олигархов, от этой коррупции, от многих вещей, там, чтобы не навязывали, там, культуру. В принципе, все же об этом говорят. А в чем... Это не отличие, это сходство. Да, сходство. А в чем отличие? Есть какое-то отличие, которое вы почувствовали, которое действительно ключевое, фундаментальное между... Ну вот в том интервью, я думаю, стоит вот зайти на наш сайт, посмотреть на vysnews.com, потому что там намного больше всего он рассказал о своем мировоззрении. Но, в принципе, мне кажется, что самое большое отличие – это видение быть частью русского мира. А все вот эти популистические заявления, они как бы точно такие же. То есть избавиться от коррупции – это, в принципе, того, что все хотят. Но потом это просто подается под немножко другим соусом русского мира и с той стороны. С этой стороны здесь вот под украинским суверенитетом и независимостью от внешних каких-то влияний с Россией. Нет, я просто хочу сказать, если здесь есть уже государство, какое-никакое есть, да, и закон, и право есть, и они как-то работают, да, то там все строится абсолютно с нуля. То есть отменяется закон, отменяется право, и вот мы сейчас, вот как мы есть, мы начинаем строить новую справедливую жизнь. Да, то есть, ну это сложно, это сложно. А насколько легитимность этих лиц в глазах, скажем, местного населения? Они себя поэтапно легитимизируют. Да, что они для этого делают? Они проводят выборы, они все-таки, то есть в том же Донецке нет, например, судов еще пока, да, но милиция работает. Ой, расскажи, Петь, пожалуйста, я знаю, у тебя есть там одна интересная история в Хармане, если можно, да, так вкратце. Мы с коллегой Конегиным были свидетелем уличной драки, в результате которой это все было там какие-то пьяненькие люди, значит, ссорились между собой, и один в результате упал на асфальт, проломил себе череп, и вот, к сожалению, в больнице умер после этого. А почему я это знаю? Ну, потому что я решил, что, ну, происходит что-то нехорошее, надо как-то с этим бороться. Да, как обычно мы с этим боремся? Мы звоним в милицию. Я позвонил в милицию. Значит, ну, милиция, там, мне сказали что-то такое, что, ну, они же уже не дерутся. Я говорю, нет, ну, это ладно. Нет, но они приехали. То есть сначала приехала скорая, потом приехали казаки, с номером казаки, значит, на таком бусике запихали этих ребят в бусик, бусик шатался и уехал. А потом приехала милиция, такая, ой, а что, а что здесь было? Я говорю, ну, вот так. Ну, и вроде как все, но, к моему удивлению, через неделю мне перезвонил следователь. Чей казацкий уже? Нет, 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 и донецкий следователь, да. Полиция ДНР называется. Да, позвал на беседу, и через две недели мне еще один следователь, значит, пригласили дать еще показания. То есть определенная процедура там происходит? Да, то есть УПК у них работает, что-то там происходит, но вот судов пока еще нет. То есть они вот, они все делают, они все подводят к суду, да, потому что там тяжкие телесные, да, то есть у них, ну, серьезное событие, ну, человек умер, да. Причем там фигурировало, значит, удостоверение участника оплота, тот товарищ, который, значит, поучаствовал, там, размахивал ксивой оплота. То есть, ну, все вот такое, оно как бы околополитизировано, да, но при этом они работают, судов просто нет. Есть еще военная полиция, которая колесит по Донецку и тоже приезжает на вызовы, и они занимаются, вот, всякими инцидентами между этими разными группами, которые не всегда друг с другом ладят, хотя они все воюют за, вот, светлую идею Новороссийского. С кого же тогда состоит эта военная полиция? Из более серьезных ребят, чем те, которые, значит, пьют и стреляют по ночам. Да. Вы ведь даже представили, что... Ну, самое частое, это пьяная стрельба, как бы, вот, на что они выезжают. Как вы думаете, насколько, есть ли шансы у этих, так называемых, народных республик, то, чтобы стать действительно структурами, похожими на настоящее государство? Или все-таки они обречены на то, чтобы, там, не знаю, влиться обратно в Украину? У них есть шанс стать, там, чем-нибудь типа Приднестровья. Может быть, даже более подходящий пример не Приднестровья, а Южная Осетия, где выдают всем, там, российские паспорта, и все финансируется Россией, и только Россия признает их независимость и государственность, и они таким образом, как такой аппендикс, существуют на боку России. Ну, вот, я считаю просто, что смотреть на всю эту историю, там, отдельно от России, ну, как бы, нет смысла. Потому что все эти ребята, там, которые на местах, это Захарченко в Донецке, там, Мозговой, Казицын, вот эти новоазовские истории, они абсолютно, ну, скажем так, есть определенный фасад, который мы видим, есть то, чего мы не видим. И вот то, чего мы не видим, это вот степень участия во всей этой истории Российской Федерации. Вы регулярные войска российские там замечали? Ну, как я всегда в таких случаях говорю, они мне не предъявили военный билет, но мне кажется, что я их видел. То есть, они такие были похожие, прям, Крым вспомнил. Документы не показали. Мы пока ехали, кстати, вот на место крушения Боинга, мы были в колонии вместе с голландскими расследователями, и еще там была одна машина ОБСЕ. И вот такая мощная колонна проехала в противоположную сторону, как бы, и не стесняясь того, что вот эта колонна вместе с ОБСЕ ехала с нами, как бы, во всей красе там представилась. И мне кажется, это все делается очень открыто, потому что это вот такое бренцание. Нет, мне кажется, нас туда специально и возили, чтобы показать нам эту колонну с градами. Ну, и как бы, там есть история, опять же, об этом нам сказал Мозговой, что очень многие вот в этой технике, мы не можем сказать, сколько их заехало, потому что они на ночь на следующую уедут, а потом опять заедут, а потом опять уедут. То есть, это... То есть, идет постоянное какое-то перемещение? Мы не знаем, для чего это делается. Возможно, это как психологическое давление, возможно. Для чего колонна градов встретилась, как я уже говорил в самом начале, по заранее согласованному маршруту передвижения колонны с ОБСЕшниками. Мне непонятно. То есть, ну, какая-то цель в этом была, да? Да. Маршрут был заранее согласован, они знали, что они там проедут. Это происходит в дневное время, и ничего не стесняясь, и мы точно так же видели танки. Надо их снимать, танкисты вошли руками. Мне кажется, это все делается специально, и это для того, чтобы устроить страх, что вот, может быть, будет скоро крупномасштабная война для того, чтобы договариваться о чем-то с позицией силы. У меня такое ощущение. Может, и будет, а может, и нет. Ну, как бы, все возможно, да. Мы сегодня будем вспоминать события, которые происходили год назад в Украине, это Майдан, революция. Даже не столько вспоминаю, сколько попытаемся осмыслить то, что произошло для русскоязычной аудитории, более широкой, да, которая, может быть, недостаточно серьезно следила за этими событиями. И мне бы хотелось задать вам вопрос, как журналистам, которые присутствовали и на Майдане, и наблюдали, как события развиваются после этого в течение всего года. Вот, по-вашему, какой путь прошла Украина за это время, и насколько сильно изменилось? Ох. Кратце. Да, ну, у меня тут у меня тоже личный, тоже будет юбилей тут на днях, да, то есть я со 2 декабря так или иначе присутствую во всем этом. Ну, путь-то долгий, долгий путь. Другой вопрос, чтобы путь-то не закончился. То есть он куда-то нас ведет. Да? Куда-то ведет. Что-то, 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 что-то я сказал сейчас. Симон. Не, ну, я не был на Майдане, поэтому я вообще отдыхаю. Я был в Сочи в то время. А ты наблюдал за другим грандиозным событием? Да, 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 да. Хорошо, тогда мы посмотрим небольшое видео, которое было снято 9 февраля этого года. Это юбилейная 10-я вечи на Майдане. Вот, вкратце, посмотрим, а потом ждем нового гостя. Майдане. Здорово. Встреча с Горбатой, я сразу вам проанонсую. Смартфонарий. Какие идеи, имеют вспоминания, какие есть в свете. На ваше бракание запрещено лаконичный священник. Лаконичный. Все на сегодняшний день находится в руках одного человека, кто обладает. До осени, на полгода, может быть, больше. Мы говорим о возможностях досрочных президентских выборов и незамедлительного перехода консекуции в 27-м году. Я переживаю, как все закинчится. Это наши люди. Люди, которые обладают достаточно широкие. Это рушительная сила. Организация украинского общества. Я им просто благодарен. Перед тем, что нужно пару недель лежать, ни хрена не читать. Но это же невозможно. Поэтому мне подарили новый iPad. Я сейчас быстренько выступлю и буду просто, чтобы не стовбичить. Я не знаю, как формулировать мягко на сцене. Но с террористами нет смысла вести победу. Но нет смысла имитировать диалог. И тем более реальный какой-то диалог вести с террористами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это громадское на русском и сегодня мы будем обсуждать годовщину Майдана, событие, которое, в общем, много перевернуло в жизни Украины. И хочу напомнить, что еще год назад такого понятия, как громадское талабачение, еще не было. И не было этой студии, и вообще о том, что появилось такое телевидение, знало всего, может быть, пара десятков человек, как раз те, кто его создавал. Само громадское начало свое вещание 22 ноября, на следующий день после того, как тысяча человек первая вышла на Майдан. И сейчас у нас в гостях философ и писатель Тарас Лютый, автор эссе «Мифы Майдана», которое было написано специально для книги «Евромайдан. History in the Making. История в процессе». Добрый вечер, Тарас. Добрый вечер. Вот, наверное, хотим прежде всего обсудить с вами вопрос, как произошел и произошел ли переход от формата уличного протеста к такой конструктивному созданию реального государства и новых механизмов, которые запрашивала революция? Я всегда в таких случаях отвечаю так. То есть, знаете, у историков обычно спрашивают, какое значение имела Великая Французская революция. Историки всегда тушуются, говорят так, что, мол, несмотря на то, что такой длительный период времени прошел, мы еще не готовы осмыслить целиком те события, которые принято называть Великой Французской революцией. Поэтому что уж говорить о времени, о тех событиях, которые едва год прошел. Но, тем не менее, какие-то моменты уже можно говорить. Можно отталкиваться, по крайней мере, от неких структурных компонентов, которые можно уже выделить по поводу этого события, которое мы называем Евромайдан. Прежде всего, я думаю, нужно сказать о неком топосе, о топос протеста, я бы так это назвал. Это некое место, которое было ограждено, по линии баррикад. И это место, которое было неким символом свободы. Можно по-разному оценивать революции и говорить о том, был ли Евромайдан революцией или не был. Тут можно говорить, что несколько подходов строить. Есть марксистские, скажем, подходы, есть подходы другие. Мне больше нравится подход, который предложила Ханна Арендт. Она сказала о том, что революция в таком социальном плане происходит тогда, когда люди выходят за свободу. И вот этот протест, по моему мнению, он как раз и знаменует от начала до конца, несмотря на то, что он состоял из нескольких компонентов. Сначала люди вышли, чтобы поддержать евроинтеграцию, потом это был протест против власти. Но в какой бы мы компонент ни взяли, он всегда был, скажем так, этот компонент свободы был всегда очень чувствителен и очень показателен. Вот второй момент – это момент организации. Момент организации, потому как, опять же, если сравнивать Евромайдан с, скажем, теми событиями, которые обычно называют оранжевой революцией, то там люди хотели побыстрее, условно говорю, я так очень огрубляю, люди хотели делегировать власть к какой-то персоне, которая может решить их проблемы, насущные проблемы. Вот здесь сначала тоже люди попытались найти такого человека, но оказалось, что вряд ли это удастся. И вот люди поняли, что некий момент самоорганизации, он наиболее, так сказать, дееспособен здесь, вот в этих условиях. И третий момент – это, наверное, момент, который связан с информацией, журналистикой, с медиа вообще. И вот если вернуться к вопросу о том, что мы можем сказать о том, что изменилось, то я бы сказал, в первую очередь возникли, не возникли даже, нужно сказать, а возродились, возродились некие формы, вот то, что мы называем самоорганизацией, я бы это еще назвал солидарностью. То есть люди, знаете, честно говоря, вот в такой повседневном сознании бытует мнение о том, что украинцы – это такие вот индивидуалисты. Знаете, есть даже, говорят, пословица, есть такая вот «моя хата с краю», да, вот это обычно, а об украинце. Но это не так, и в истории мы видим совершенно другие некие процессы. Мы знаем феномен казацкой сечи, мы знаем феномен гайдемаков и другие, может быть, даже невоенизированные формы. Чумаки, например, цеховое братство, артели и так далее. То есть вот такие формы солидарности, они всегда были в Украине. И я думаю, что вот Украина на каком-то уровне архетипическом, может быть, даже стала вспоминать эти формы, и они стали возрождаться. Ну, честно говоря, Тарас, у меня вот возникает иногда ощущение, что украинцы построили не новое государство, а параллельное государство, в котором вот вся эта самоорганизация цветет, да, своим каким-то цветом, но отдельно от самой структуры государства. Да, в этом есть какая-то доля правды. Дело в том, что мы подходим к такому интересному, такой интересной проблеме, как институциализация, да, вот этого процесса. Да, какие институции возникли в результате. Ну, с другой стороны, хорошо, если это не государственные институции, да, то это, по крайней мере, социальные институции. И вот самоорганизация вот тоже есть таким институтом, который работает, по крайней мере. Да, если у нас государство еще не сполна может вооружать нашу армию, кормить нашу армию и так далее, да, то есть эту обязанность берут на себя сейчас люди. И вот после самоорганизации, после формы, такой формы, как солидарность, я хотел бы отметить вторую такую форму, это волонтерство, в общем-то, да. Люди понимают, что это забирает их личное время, и люди готовы жертвовать своим личным временем и готовы жертвовать собой. Это не менее важный момент, вы знаете, и этот момент не только характеризует Майдан, он, в общем-то, есть таким живым аргументом наших дней. Вы знаете, я несколько дней назад был на Пятом канале и ехал с женщиной, которая фактически еще работала на Майдане, она сама медик. Она сама медик, сейчас она занимается тем, что она принимает детей, которые приезжают с Луганской области, с Донецкой области, и она как-то их здесь уделяет им внимание, обхаживает их как-то, да, водит их в театр. Дети впервые, например, попали в театр здесь, для них это тоже очень странный опыт, и они тоже открывают для себя мир по-другому. Потому что очень большая проблема как раз состоит в том, как мне кажется, что люди, которые живут на востоке Украины, для них мир закрыт, причем закрыт мир внутри нашей страны. Они иногда не бывают в соседнем городе, я не говорю уже о соседней области. Есть даже статистические подтверждения о том, что большинство жителей Донецкой и Луганской области никогда не выезжали за пределы даже собственной области. Около 60, насколько. Да, поэтому вот момент коммуникации, он очень важен. Я думаю, что Майдан открыл такие формы коммуникации. Давайте вспомним о том, что на Майдане был свой такой университет, да, площадка специально была открыта, где можно было не только послушать лекции, да, не только… Даже статистика, по-моему, есть об участниках Майдана, то есть где-то, если мне не изменяет память, где-то 64% людей, которые имели высшее образование. То есть там не только можно было послушать, там можно было и поделиться чем-то, да. Тарас, у меня такой вопрос. Вот мы с предыдущими гостями говорили о том, что по сути формальные требования к тем, кто сейчас присоединился к сепаратистам и террористам и формальные требования от активных украинцев к новой власти, они по сути не отличаются. Да, там победить коррупцию, убрать олигархов, все остальное. Существенно отличаются как раз информационные поля, цивилизационные, я бы сказал, ну и все, что это можно в общем словом назвать мифология, да, такая. Там постсоветская мифология дальше развивается, у нас постсоветская вроде бы как заканчивается, начинается, ну, условно говоря, проевропейская, да. Да, и, ну, скажем, развитие, эволюция мифологии с момента выхода первого дня на Майдане, она развивалась очень стремительно, и в какой-то момент мифология Майдана, Евромайдана даже в какой-то момент резко закончилась и перешла в другую совершенно фазу, да, все, что связано с АТО, с войной, это совсем другие люди, новые фамилии. Как вы видите вообще этот весь процесс, эволюцию, развитие новой украинской мифологии, без которой очевидно, что нам новую политическую нацию не построить? Ну, я бы хотел сказать, что прежде всего, если мы говорим о мифологии, то нужно понимать, что это довольно противоречивый феномен, сам миф, да, то есть мы в обыденном сознании, мы встречаемся с мифом, как с некой такой вот сказкой, да. Вот, скажем, с историей какой-то, которая случается не с нами, с какими-то вот нереальными, может быть, даже персонажами, с героями какими-то, да. А другой момент вот в этой же плоскости, другой момент связанный с тем, что опять-таки в общественном сознании, в таком, значит, миф – это некий аспект, некий инструмент, с помощью которого можно манипулировать мнениями людей. Но я бы хотел сказать, что кроме этого еще есть миф, в общем-то, как некая форма развития общества, развития сознания вообще, да, которые возникают в культуре еще, скажем так, до каких-то осмысленных форм, да, там, до, будем говорить, там, до религии, до философии и других форм, мировоззренческих форм. Вот, поэтому тут сложно говорить о том, что миф только, скажем, играет роль негативную, да, вот как манипулятивную такую функцию исполняет. Есть некие мифы, интеграционные мифы, они используются всеми фактически, да. Другое дело, что если мы смотрим, допустим, определенного рода каналы, то мы видим о том, что, скажем, есть каналы, которые посвящают, не в нашей стране, да, вот есть каналы, которые посвящают новостям из Украины 24 часа, например, да. Там ничего нет, вот все события происходят только в Украине, да, вот, и это уже должно настораживать как бы человека, да, что вот вдруг открылся некий такой пуп земли, да, где вот такие страшные какие-то, точка аномалии, да, вот, где происходят такие страшные вещи. Вот, поэтому... Ну, и самолеты падают. Да, 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 их сбивают из космоса, ну, я не хочу развивать эту тему, да, вот, ну, и нужно отдавать себе отчет, что кроме того, что существуют мифы манипуляционные, существуют мифы интеграционные, с помощью которых можно объединить людей, да, в любом случае ситуация с мифологиями связана с тем, что мы не должны забывать о том, что мы существа рациональные, да, что мы должны как-то осмысливать подобные феномены. Поэтому, вот, если вернуться к вашему вопросу, как бы мы не понимали вот этот процесс развития, понятно, что и там, и там есть некоторые сходства, да, есть некоторые матричные формы, которые можно, значит, выделить и вот в период Майдана, да, и вот в период АТО сейчас. Некоторые формы, они повторяются, да, вот, скажем, вот миф, если говорить об интеграционных мифах, да, вот, если говорить о том, что Майдан была некая территория, где вот как, значит, фортификационный топос, который, да, как Запорожская сечь, да, вот, я думаю, что приблизительно такие же вещи мы можем увидеть в АТО, да, вот, история с киборгами, да, киборг это тоже, в общем-то... Новый миф, да, это как бы получеловек, полу что-то другое, да, вот, и поэтому там тоже есть свой топос, который защищается, да, и вот этот миф, он играет поливалентин, да, вот, скажем, в России он, наверное, играет какую-то устрашающую роль, вот, есть такие вот полулюди, полу... некие существа непонятные, да, вот, которые, вот, не умирая, их нельзя уничтожить, да, мы... Потом приезжают актеры известные, да, писатели, и пытаются их уничтожить, потому что это тоже миф, да, вот, они... Они хотят даже больше, я думаю... Они как создатели мифов, они думают, что, возможно, смогут уничтожить... Приобщиться к великому, они уже все чувствуют, по-моему, вне контекста и хотят как-то приобщиться к вот этой большой новой мифологии, к строительству нового мифа, и как-то это выглядит все очень жалко. Вот, поэтому, сколько бы ни был миф привлекателен, я думаю, что вот такой момент рационального осмысления мифа, он должен быть всегда, ну, я не знаю, всегда присутствовать, и не нужно об этом забывать, да? Спасибо большое, Тарас. Наверное, логично было бы, вспоминая события на Майдане, вспомнить о тех людях, которые стали, наверное, заложниками результатов революции. Я говорю о крымчанах, которые проводили проукраинские акции в Симферополе и других городах полуострова, сразу после того, как революция завершилась в феврале, проводили митинги за единую Украину. Это Олег Сенцов, Александр Кольченко. Сейчас они считаются террористами, их содержат в СИЗО в Москве и, в общем, называют их людьми, которые хотели организовать несколько терактов на территории Крыма и являются лидерами организации «Правый сектор». Ну вот, сейчас мы покажем на громадском отрывок из выступления Олега Сенцова в суде, одно из его выступлений, и затем поговорим с его сестрой Натальей Капланной и с другом-товарищем Александром Кольченко, Лёшей Руняным. Смотрим видео. Ну, я хочу заявить, что я никогда не являлся участником «Правого сектора», не организовал никаких террористических групп, не организовал никаких террористических актов на территории Крыма. Читая день 9 мая, святим для любого слоянина, и готовые монументы, взятые днем, также являются неприкасаемыми. Поэтому обвинения, попытки взрывов мною этих памятников считаю не только оскорбительными для себя, но и необоснованными, точнее, наоборот. Ваше мнение в ходатайство, обману ли число в совещании под сражением? Я не признаю себя вину, не считаю себя организаторов данных преступлений. Я считаю мобила сфорсифицированным и политическим, так как она установлена показания двух подозреваемых, которые были получены вначале под пытками, а сейчас они от них уже не могут отказаться. Им обычные маленькие сроки. Со мной тоже явились пытки вначале. Я был задержан не 11 числа, а 10. И перед официальными допросами в здании СБУ Симферополя ко мне применялись пытки, сбея и унижения с целью получения показаний и показаний против руководства Майдана и Украины для их, чтобы они якобы были заказчики этих преступлений. И после моего отказа мне сказать, что я буду организатором этих преступлений в суде, и мне перед официально были тяжкие стадии. Я хочу заявить, что я не планирую мыть окно в своей камере в Рефортово и быть на 6 этаже с Рейсеном комитета и совершать любые другие действия суицидального характера, потому что грозы по этому поводу не поступали. Также хочу заявить, что это не протест против попыток лишениями гражданства Украины. Так я был и есть гражданом Украины, остаюсь. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерации. И любые договора, которые заключают ныне легитимное правительство Крыма, Российская Федерация считает недействительными. Я не крепостной, я не взять вместе с землей гражданство. Никаких заявлений я не писал по уступлению российского гражданства и отказаться украинского. Я не питаю никаких иллюзий по поводу российской системы правосудия, поэтому приговор 20+, я готов. Хочу сказать, что доводы следователя о том, что нужно провести экспертизу. Могу сказать, что во время неофициальных допросов ко мне прикладывались различные предметы, которые, скорее всего, будут приобщены к делу в качестве всех доказательств, потому что на них следовательно далеко не уедешь. Также по поводу того, что я был предупрежден за сутки об арестах активистов, и мне звонил Афанасьев явно с рассерянности, приглашая меня на встречу. Я понял, что он делал это под угрозами, и на встречу не пошел. Но, тем не менее, остался в городе, и еще полтора суток, пока не был арестован, пытался как-то помочь своим активистам. Когда меня арестовали, я узнал, что придут даются показания о том, что я организатор этих акций, я был очень удивлен. У меня, в принципе, все. Ваша честь. Я считаю, что я не виновен, у меня нужно освободиться под стражей, правильно, а в иронии он тогда стоит под защитниками. Присаж, скажу, здание. Мы посмотрели видео с одного из заседаний суда в Москве. Олег Сенцов является гражданином Украины, как и другой участник дела о крымских террористах Александр Кольченко. По крайней мере, Генеральная прокуратура России опосредованно подтвердила тот факт, что они являются гражданами Украины, а российские паспорта они не брали. Недавно стало известно, что Министерство иностранных дел, его сотрудники перевели свои зарплаты на поддержку семьи Олега Сенцова. У него осталось двое маленьких детей, один из которых страдает аутизмом. И вот у нас сегодня в гостях сестра Олега, Наталья Каплан. Добрый вечер, Наталья. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, новости последние об Олеге? Может быть, что-то, какие-то, вы же поддерживаете связь с его адвокатом, да, Дмитрием Динцем? Может быть, что-то новое мы узнаем, в том числе и о том, как поддерживают Олега сейчас в Украине и в России? Ну, я хочу сразу сказать насчет генпрокуратуры, которая якобы подтвердила, это на самом деле не так. Просто там, скорее всего, кто-то, не подумавший, такое ляпнул, но это не имеет абсолютно никакой силы юридической. Мы туда отправляем сейчас запрос официальный, чтобы они разъяснили. Если вот нам дадут ответ, что да, мы все-таки считаем их гражданами Украины, тогда можно уже сказать, что здесь победа. Пока об этом говорить рано, несмотря на вот это вот, на вот это заявление. Поддержка действительно идет, кабинет министров отказался от зарплаты за месяц в пользу семьи Олега Сенцова. Создается фонд, который будет выделять ежемесячно определенную сумму именно на содержание семьи Олега. А в каком положении вообще сейчас находится семья? Ну вот так, чтобы понимать, да, какие масштабы? Ну, в каком положении может находиться семья человека, который обвиняется в терроризме? Стараются жить, стараются как-то нормализовать свой быт. Дети ходят в школу, все находятся в Крыму, естественно, переживают, ждут папу. Они закрыты от общения. А моральное какое-то давление на них оказывается? Насколько я знаю, нет, все-таки. Даже в Крыму не верят, что Олег террорист. Не верят? Не верят, несмотря на то, что он действительно правопутинский регион. А вот в вашем окружении, вы живете в Москве в основном. Как относятся к этой ситуации? Да, так же, как большинство делает вид, что ничего не происходит. То есть, ну вот, кто-то кричит, Крым наш, прекрасно зная про мою ситуацию. Но вот на суды и вообще помогает только вот одна моя подруга из моего окружения. Большинство, как вот во всей вот этой истории, делает вид, что ничего не происходит. Этого нет. Ничего нет. А когда вы начинаете рассказывать о том, что вот Олега пытаются сейчас обвинить в том, что он террорист, да? Хотя он вообще кинорежиссер, который ничего такого в своих помыслах не имел. Люди в это не верят просто? Давайте не будем о политике, так говорят. Это вот у нас стандартная форма, когда дело касается чего-либо такого острого, знакового. Обычно все. Давайте не будем. Не будем об этом, не будем об этом. А как вам кажется, вот дело вообще как-то движется? Дело движется, да. У нас заканчивается сейчас следствие. Мы выложим, снимется подписка о неразглашении, и мы выложим очень скоро все материалы в сеть, чтобы каждый желающий смог сам ознакомиться и сделать свои выводы. Будет там что-то, чего мы еще не знаем? Конечно. Конечно будет. Будем ждать с нетерпением. Просто сейчас как такового информационного повода нет, потому что происходит такая текучка стандартная. Это следствие. Вот когда оно закончится, тогда уже мы сможем говорить детально, говорить подробно и рассказать то, чего пока большинству неизвестно. Ну, также, естественно, мы подаем апелляцию по пыткам. Нам пришел отказ, хотя они признали, что у Олега были побои. Ну, то, что они как мотивировали свой отказ, конечно, кроме как анекдотом не назовешь. Ну, такой грустный анекдот на самом деле, да. То есть там вы эти самые пытки назвали, насколько я помню, да, формулировки я точно не помню, но как будто бы Олег их сам себе нанес, эти побои. Ну, там прямо сказано, что Олег увлекался садом-азохизмом, такого никогда правозащитники даже. Мы это воспринимаем просто как плевок в лицо. Как вот они просто сказали, ребят, нам можно все. Мы что хотим, то и будем делать. Просто очередное подтверждение вот всей вот этой грязи, которая льется, что она не имеет ничего общего с реальностью. А вы часто его видите? Вас вообще допускают к Олегу? Олег отказался от свиданий, хотя следователь был готов подписать это разрешение. Сказал, что ему эмоционально так проще, ему проще эмоционально закрыться. Но мы с ним переписываемся, мы с ним держим связь через адвокатов. О чем вы с ним говорите, если так не секрет? Ну, о чем можно говорить? О чем он рассказывает? Ну, как, о чем рассказывает? О жизни, о бытии своем, о чем занимается. Больше так, что он там может рассказать, если ничего не происходит. Если человек сидит в четырех стенах в крысиной камере. А в чем-то нуждается? Вот он пишет, например, какие-то книжки ему хочется почитать, какую-то музыку послушать. Это есть такие у него пожелания? Ну, музыку ему нельзя слушать. В принципе, с книжками, да, он высказал пожелание почитать. Просил у меня книгу Марианы Цой, но там, в эту тюрьму нельзя передать книги. Можно только заказать через один интернет-магазин наш российский. Ну, там нет этой книги, там одну папсу продают. Поэтому Олег остался вот. В изоляции, получается. В изоляции, да. Ну, там мы с ним, конечно же, обсуждаем. Он там говорит, что у него какие пожелания по продуктам, что ему принести, что ему не надо нести, потому что завалили. Такие вот моменты. Спасибо. Вот у нас еще есть один такой крымский террорист, да, это Александр Кольченко, с которым Олег был знаком. Левый активист, антифашист, его многие знают в Крыму и в России тоже. Он был довольно активный в этой среде. Вот у нас в гостях Алексей Рунян, журналист и общественный активист, тоже левого толка. Давний знакомый, наверное, друг Саши Кольченко. Леш, вот мог бы ты рассказать, что ты сейчас знаешь о том, что происходит с делом Саши Кольченко? Ну, у них общая такая упряжка с Олегом Сенцовым, общее дело, я так понимаю, что общие следственные действия. И, ну, примерно одинаково развиваются средства. То есть, ну, сегодня, например, продлевается мера пресечения Олегу Сенцова, на завтра Александру Кольченко. То есть, точно так же, как и в случае Сенцова, адвокат подписал расписку о неразглашении материала в дело. Мы не знаем, что происходит со средствием. То есть, подробности неизвестны о том, в чем именно конкретно он обвиняется, что он совершал, что считает средствами, как на это реагирует защита. Но мы знаем, что вы обвиняете в том, что он якобы тоже активист правого сектора, то есть право радикального движения. И он сам в интервью в «Украинской правде», которая была опубликована на днях, он сам говорит о том, что он никакой не активист правого сектора и никогда в ней не состоял. Это очень смешно, на самом деле. Вот мы когда сюда ехали с Натальей, я говорил, что, ну, вот задержали Александра Кольченко и обвинили его в том, что он активист правого сектора. Это все равно, чтобы задержали главного раввина Крыма и сказали, что он антисемит. И обвинили в этом. То есть, ну, Александр Кольченко в Крыму был известен как активист антифашистского движения, он тысячу раз, образно говоря, ну, подвергался нападениям со стороны ультраправых. То есть, сейчас ему говорят, что он сам ультраправый активист, хотя, ну, это полный абсурд. А в чем тогда, вот, я думаю, зрители многие смотрят и пытаются понять, а в чем тогда смысл и большой смысл арестовывать таких людей? Это сигнал кому-то? Ну, безусловно, безусловно. Кому это? Очевидно, что это Олег Сенцов, Александр Кольченко, по сути, это заложники людей, которые борются с аннексией Крыма, которые боролись в тот момент в марте, в апреле, в мае. Там было определенное количество людей, готовых продолжать там митинги, какую-то агитацию, борьбу. И это такой сигнал, посланный Кремлем о том, что ребята, если вы будете это делать, посмотрите, как мы можем ответить. Леш, ну, извините, ты вот сам из Крыма, и ты в Симферополе участвовал в этих митингах, насколько я понимаю. Ну, не совсем. Я участвовал частично в Майдане, а потом я уже жил в Киеве, и поэтому самих вот... Ну, я как журналист приезжал, освещал эти события, но... Но ты, тем не менее, ты следил, ты знаешь практически всех тех людей, которые участвовали в Крымском Майдане, или, не знаю, там, в проукраинских митингах. Были ли там какие-то идеи, касающиеся более радикальных действий? Ну, мне кажется, что это достаточно глупая тактика. Ну, вряд ли люди к ней бы стали обращаться. Там были вменяемые, умные, интеллигентные люди. И я думаю, что они понимали, что мирные способы борьбы, они должны быть приоритетными. И я всегда, как бы, видел, что Саша, сторонник именно таких средств борьбы, и он не раз это демонстрировал, участвовал в массе общественных компаний, там, защиту экологии, там, с каких-то антифашистских акциях, компаниях. И он не раз убеждался на практике в том, что именно мирные способы борьбы приносят результаты. А какие-то насильственные способы, это провокации, которые могут привести только к тому, что ситуация ухудшится. Так что я сомневаюсь, что что-то такое планировалось. Наталья, а вот Олег какие-то такие высказывал идеи? Нет, конечно. Олег такой пацифист до мозга костей на самом деле. Он бы, ну, не знаю, Олег и насилие вещи несовместны, потому что в первую очередь это человек творческий, и ему проще воздействовать на мозги, чем, я не знаю, бегать с автоматом. Это было бы гораздо эффективнее. Ну вот он сейчас там в СИЗО еще что-то пишет, насколько я понимаю, да, какое-то произведение. Да, он пишет сценарий. Как раз потом и все будет воздействовать этими своими произведениями на остальных, когда уже и война закончится, я надеюсь. Вот хочу сказать немножко о Саше Кольченко еще. 26 ноября у него будет день рождения. И вот активисты, в том числе Леша Рунян, придумали такую акцию «Напиши открытку Кольченко». Сейчас редакторы выведут эту открытку на экран. Саше называют париж заключенным. И вот говорят, что в наших силах хотя бы этот день сделать для него более радостным, дав ему возможность почувствовать нашу поддержку. Леша, вот скажи, а ты сам пишешь письма Кольченко? Честно признаться, давно порываюсь, но тяжело как-то. Ничего ни разу не написал. Не знаю, из-за линии или из-за того, что как-то морально сложно собраться с мыслями. Ну, ты знаешь, что Саше пишут многие, Олегу пишут очень многие люди. И из Украины, и, наверное, из России тоже. Ну, эту открытку я обязательно отправлю и советую всем зрителям. Расскажи про механизм. Механизм простой. Нужно у себя в социальной сети, там, в Фейсбуке или ВКонтакте опубликовать какое-то поздравление, адресованное Александру, и поставить хэштег «Фри Кольченко». Вот вы на экранах можете видеть там где-то этот хэштег. И потом мы все эти поздравления собираемся распечатать и передать в Лефортово. То есть Александру они попадут. Это не просто какой-то символический акт, это реальная открытка, которую он прочитает. Я думаю, что Лефортово – это то место, где ему особенно будет приятно это прочитать, получить какие-то вести от внешнего мира. Я думаю, что этого очень ему сейчас не хватает. Но там же все-таки есть цензура. Да, просьба писать на русском языке, во-первых, чтобы цензуры могли прочитать, потому что на украинском, как бы она была нейтральная, они его не пропустят. Потом не писать про Путина, стишки и песни про Путина тоже желательно. Не план побега ему не продумывать. Ну и желательно острых каких-то политических тем не касаться по возможности. На украинском, кстати, доходят письма? Доходят, да. Мне сказали, что не доходят. Ну там вообще никогда не узнаешь, что дойдет, что дойдет, ты никогда не узнаешь. На русском вот точно не все доходят, на украинском тоже, наверное, не все доходят. Но что-то доходит. Ну еще хотелось сказать, что это не единственная акция, которая готовится к дню рождения Александра. Вот сейчас мы были только что на сборах. В Киеве создан такой комитет солидарности с политзаключенными. Туда входят разные активисты, различных инициатив, правозащитники, общественные активисты. И планируется кампания солидарности с крымскими политзаключенными. И вот принято решение сегодня было провести такое уличное празднование дня рождения Александра Кольченко. Вспомнить там, конечно, и об Олеге Сенцове. И собраться возле МИДа. Это будет 26 ноября в 11 часов. У нас есть такая идея, что мы, конечно же, не питаем иллюзий по поводу России. И ясно, что она может освободить наших заложников только в результате какого-то давления со стороны Украины, российской общественности, со стороны международной общественности. И, к сожалению, мы недовольны тем, как украинская власть добивается освобождения политзаключенных. Они, конечно же, вспоминают о них. И слава Богу, что они хотя бы это делают. Но у них огромное количество рычагов, есть давление на российскую власть, которое не задействуется. Это начиная от возможности на международном уровне постоянно гудировать эту проблему на международных встречах, заканчивая тем, что Крым является зависимым регионом от Украины. И это тоже можно использовать как рычаг для того, чтобы добиваться защиты прав человека в Крыму. И, в частности, решение проблемы с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Мы хотим 26 ноября в этот день поспросить, потребовать украинских властей, чтобы они более активно выполняли свои функции, защищали конституционные права своих граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко и предпринимали более активные усилия, чем перечисление зарплаты. Но перечисление зарплаты это тоже хорошо, но есть и другие различные механизмы. Это уже касается защиты прав крымчан и жителей оккупированных территорий на Донбассе. И, конечно, тут нужно упомянуть, что сейчас готовятся и проходят различные акции, посвященные законопроекту о переселенцах, который президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал, несмотря на то, что этот закон является очень важным. И вот сейчас идет такой ряд массовых публичных акций. Возможно, они сейчас пока что не очень массовые, но, по крайней мере, они важны. И от этого зависит судьба очень многих людей. Спасибо нашим гостям. И на этом программа «Громадская на русском» сегодня завершается. Мы сегодня вели ее с Сергеем Кошманом. И, надеюсь, в следующий раз тоже будем в следующую субботу ее вести. Смотрите «Громадская на русском» по вторникам и субботам в 20.00. Спасибо и до встречи. До встречи.